Музыка Вот уже четвертый год подряд этнокультурный центр Ненецкого автономного округа проводит акцию «Свой среди своих». Как и в предыдущие годы, акция пройдет 9 августа, Международный день коренных народов мира. Этот день жители округа проведут в национальных костюмах своих предков, на работе, на улице и в общественных местах. Акция призвана подчеркнуть своеобразие национальных культур разных народов, важность сохранения традиций, а также красоту и уникальность народного костюма. Участники в течение дня публикуют фотографии и делятся впечатлениями в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, с хэштегами «Свой среди своих» «Нао» и «Свой среди своих» «Россия». Не у всех есть возможность найти костюм своей народности. В данном случае, этнокультурный центр может предложить свою помощь. Как сообщили в департаменте цифрового развития «Нао», специалисты Ненецкой компании «Электросвязи» завершили работы по модернизации магистрального канала связи на направлении НЕС, ВИЖЕС, ОМА, СНОПА, Нижняя Пёша. В течение мая и июля проведены мероприятия по обслуживанию семи мачт связи и замене оборудования. В результате пропускная способность канала связи увеличена с 50 Мбит в секунду до 200 Мбит в секунду, что позволит улучшить качество связи для абонентов ВИЖЕСа, ОМА, СНОПА, Нижней Пёши, Верхней Пёши, Белушья, Волоковой, Воланги. Также Ненецкая компания «Электросвязи» провела модернизацию оборудования на канале связи Наринмар-Оксина. В результате модернизации увеличена пропускная способность канала, что позволило удвоить скорость доступа в интернет для абонентов Каменки, Оксина и Хангурия. При этом стоимость тарифов для жителей этих населенных пунктов не изменилась. В Ненецком округе с 1 августа текущего года стартовала федеральная программа «Арктический гектар». Получить участок земли площадью до 1 гектара в арктической зоне Российской Федерации смогут все жители России. Но в первые 6 месяцев действия программы заявку смогут подать только местные жители. Общая площадь округа более 176 тысяч квадратных километров. Порядка 95% — это земли сельхозназначения, из которых практически 100% предоставлено в аренду оленевоческим хозяйством. Кроме того, земли на 20-километровой береговой линии являются приграничной зоной. В итоге остаются 4 территории, земли на которых можно предоставить в безвозмездное пользование. Это Омский, Пешский, Великовисочный и Приморско-Куйский сельсоветы. Жители Омы и Нижней Пеши в ходе опроса высказались против формирования на их территории арктических гектаров. В Великовисочном ежегодно земли подтопляют. Поэтому в округе остановились на территории Приморско-Куйского сельсовета. После консультации с сельчанами выбрали территорию около 13 тысяч квадратных километров. Выделяться арктические гектары будут исключительно на межселенных сухопутных территориях. Полученные участки можно будет использовать как под строительство жилья, так и для ведения бизнеса. Срок безвозмездного пользования землей 5 лет. По его истечении ее можно будет оформить в собственности или заключить договор аренды. В Департаменте образования, культуры и спорта продолжается выдача направлений в детские сады. Направление необходимо получить до 1 сентября. Выдача направлений организована по вторникам и четвергам с 14 до 17 часов по предварительной записи. Записаться можно по телефону 2-12-27. Чтобы получить направление, родители должны иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Распределение детей по организациям, реализующим программы дошкольного образования, расположенным на территории Наринмара и поселка Искателей, завершилось в мае. Впервые 1 сентября 2021 года порог детского сада перешагнутых 500 детей, на 17 больше, чем в прошлом году. Распределение по садам проводилось в соответствии с датой постановки на учет и с учетом права предоставления места в первоочередном или в неочередном порядке. Согласно майскому указу президента, местами в 2021 году обеспечены все дети от 3 до 7 лет. Согласно указу президента, номер 396, от 2 июля 2021 года, семьи с детьми могут получить единовременную выплату на каждого ребенка. Право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей предоставляется родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от 6 лет. При условии достижения ребенка возраста 6 лет не позднее 1 сентября, то есть 6 лет должно исполниться до 1 сентября 2021 года, и до достижения ребенком 18 лет на дату вступления в силу указа, то есть до 3 июля 2021 года должно исполниться 18 лет, не старше. Кроме того, выплату могут получить также лица с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. Самое главное условие – дети и родители, а также попечители, опекуны или усыновители должны быть гражданами России и проживать на территории страны. Те, кто в прошлом году выплаты на детей не получал, могут обратиться в клиентские службы пенсионного фонда для подачи заявления, причем независимо от места жительства. А для тех, кто подавал заявление на единовременную выплату в прошлом году, все намного проще. Самый основной канал – это госуслуги, поскольку на госуслугах те, кто в прошлом году получал выплаты детские, уже имеется заявление, заполненное практически, сведения о которых нужно заявление просто подтвердить, либо в случае изменения просто внести изменения. То есть приоритет, конечно, вот этой форме обращения. Но есть такие категории, как опекуны и попечители, которые должны подтвердить в необходимых случаях свой статус, поэтому они, как правило, обращаются все через клиентские службы пенсионного фонда. Подать заявление можно до ноября текущего года. Перечислять выплаты пенсионный фонд начнет после 16 августа и до 31 декабря 2021 года включительно. В ЭТП началось строительство гаражей для спецтехники. Как пояснили в Наринмарском ЭТП, на территории производственной базы предприятия не было гаражных боксов, где можно было хранить 15 единиц специальной дорожной техники. Поэтому было принято решение о строительстве. Подрядчик, согласно контракту, должен выполнять все работы до конца сентября. Их стоимость составляет 3 миллиона 750 тысяч рублей. Современная техника, предназначенная для укладки асфальтовых покрытий, была приобретена в 2019 году и использовалась на строительстве дороги в Красном. Перечень технических средств входит. Фреза дорожная самоходная, асфальтовый кладчик автогудранатор, два катка, плавильно-заливочная установка, аппарат для разогрева швов и очистки стенок трещин и еще 9 единиц дополнительного оборудования. Этот набор дорожной техники позволяет выполнять работы по обустройству новых или ремонту старых асфальтовых дорог. Автопарк Наринмарского ЭТП ежегодно пополняется новой техникой. В текущем году на городские маршруты вышли два новых автобуса большого класса. Они оснащены откидным механическим пандусом и дополнительной системой отопления, специально для эксплуатации в условиях заполярья, умещают не менее 100 человек. Предприятие приближло пассажирские автобусы в лизинг, их цена более 25 миллионов рублей. За последние 4 года Наринмарское автопредприятие обновило автобусный парк на 30%. По словам директора ЭТП Виктора Калюжного, необходимо ежегодно закупать как минимум по два новых автобуса. Тогда будет сохраняться необходимый уровень качества и безопасности автоперевозок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова